Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатеющий Ди и добро пожаловать в новое видео! Итак, у нас есть новый отчет, который показывает, что банковские инсайдеры, руководители крупнейших банков и генеральные директора продают акции рекордными темпами. И это происходит в то же время, когда банки пытаются сказать нам, что все в порядке, не волнуйтесь, все замечательно. Но нам определенно нужно проснуться и обратить внимание на эти несостыковки. Ведь в каком-то месте нам явно врут. И если ты пользуешься американским банком, к сожалению, твой банк может стать следующим. И самое интересное, что четвертый крупнейший банк в Америке тоже в зоне риска. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшнем видео. Ну и, конечно, о некоторых других темах. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Это очень помогает моим видео находить как можно большую аудиторию. На последних видео мы постоянно набираем от 3 до 5 тысяч лайков. И это просто невероятно. Особенно на таком рынке. Большое спасибо. Так-так-так, посмотри-ка на это. Это не кликбейт. Это происходит прямо сейчас. Банков Америка продает акции на 14 миллионов долларов. Возможно, сигнализируя людям о том, что нужно быть осторожным с этим ростом фондового рынка. Это то, что мы видим снова и снова. И каждый раз, когда я нахожу информацию о том, что руководители компании продают акции, вскоре после этого начинается коррекция на фондовом рынке. Посмотри на акции Bank of America. С момента своего пика в январе 2022 года они упали на 36%. Что нам нужно делать? Просто следовать за деньгами. Не слушать, что они говорят, а наблюдать за тем, что они делают. Я пытаюсь донести эту мысль уже не первый год. Bank of America насчитал более 100 миллиардов долларов нереализованных убытков после того, как они потеряли огромные суммы на инвестициях в облигации. А что же происходило на рынке облигаций? На рынке облигаций наблюдается резкий рост доходности. Мы прошли путь от 3,3% в ноябре прошлого года до 4,2% на пике этого года. Это означает, что облигации, которые банки держат на своем балансе, обесцениваются. И это приводит к новым потерям банков. Обычно это нормально, если люди не снимают свои деньги. Но если они попытаются снять свои деньги сейчас, когда банк уже понес такие большие убытки по этим облигациям, то у них просто-напросто не будет достаточного количества денег, чтобы удовлетворить спрос каждого клиента. Ты скажешь, ничего страшного. У нас же есть страховка FDIC. Все будет хорошо. Как я уже неоднократно показывал, у FDIC достаточно средств, чтобы покрыть только 1,5% депозитов в США. Самое интересное, что даже у FDIC нет веры в банковскую систему. Ведь недавно в сеть просочилось видео со встречи FDIC, в котором они просто-напросто смеются над людьми, которые верят в их ложь. К сожалению, это видео, как ты видишь, постоянно удаляет. Поэтому, возможно, уже на следующей неделе они могут выпустить закон, который запретит говорить о возможных банкротствах банков. А затем и закон, запрещающий снимать наличные, а после введут ЦВЦБ и запретят наличные вообще. Итак, за последний год многие инсайдеры из Bank of America продали значительную долю в компании, что, возможно, и привлекло внимание акционеров. В настоящее время объяснить покупки инсайдеров гораздо проще, чем их продажи. Ведь объяснений для продажи может быть много. Однако, если продажи наблюдаются в течение определенного периода времени, в таком случае уже стоит обратить на это свое внимание, поскольку это может быть тревожным сигналом. Пишет Yahoo Finance. И я полностью с этим согласен, только хочу добавить, что это не просто тревожный сигнал, это огромный тревожный сигнал. Итак, мы видим, что самая крупная инсайдерская сделка была совершена президентом глобального корпоративного и инвестиционного банкинга Мэтью Кодером на сумму 7,7 миллионов долларов по цене 35,9 доллара за акцию. И как ты видишь, эта организация предоставляет банковские, корпоративные и инвестиционные услуги по всему миру. Особенно большое присутствие в Латинской Америке, США, Канаде, Азии и Тихоокеанском регионе. Шанхай, Сингапур, Гонконг и так далее. Почему это важно? Как правило, чем ниже цена продажи инсайдерами, тем больше нас это беспокоит. Но нас успокаивает то, что эта продажа была осуществлена по цене, значительно превышающей текущую цену акций, почти 32 доллара. Возможно, они продали по 36, чтобы купить по 30. Но посмотри на эту диаграмму. За последний год инсайдеры Бэнк оф Америка не купили ни одной акции компании. Таким образом, это должно сказать нам, что они продают акции рекордными темпами и при этом не купили ни одной акции. А значит, они верят, что эти акции могут упасть гораздо сильнее. Итак, последние три месяца мы наблюдаем значительные инсайдерские продажи в Бэнк оф Америка. Между прочим, этот банк входит в четверку самых крупных банков США, наряду с Citigroup, Wells Fargo и JP Morgan Chase. В общей сложности президент регионального банковского подразделения сбросил за это время акции на 2,4 миллиона долларов. И при этом мы не зафиксировали ни одной покупки. Это может свидетельствовать о том, что некоторые инсайдеры считают, что акции все еще дорогие, пишет Yahoo Finance. Что ж, у меня есть дополнение к этому. Каждую неделю мы получаем отчет из недавно созданного фонда помощи Федеральной резервной системы для банков. В этом фонде банки могут получить помощь для спасения, то есть практически получить кредит под облигации, которые сильно подешевели. Что совершенно безумно. Представь себе такую ситуацию. Ты инвестируешь в облигации, они обваливаются на 50%, затем ты приходишь в ФРС США, и они дают тебе ту же сумму, которую ты инвестировал, пусть даже и в кредит. Звучит нереально, но это происходит прямо сейчас с банками. В любом случае мы только что получили новый отчет, который вышел на этой неделе. И знаешь что? Использование этого механизма спасения ФРС США банками достигло очередного пика. Это видно вот на этом графике. При этом этот индикатор постоянно растет. Это значит, что объем средств, выделяемых ФРС для экстренного спасения банков, только что достиг нового максимума. И при этом приток средств на денежные рынки продолжается. На этом графике мы видим, что расхождение между притоком средств на денежный рынок и банковскими депозитами тоже продолжается. Еще один график. Баланс ФРС США сокращается уже восьмую неделю подряд. За неделю баланс ФРС сократился на 36,6 миллиарда долларов, достигнув минимума с июля 2021. При этом объем средств, используемых для экстренного спасения банков, вырос на 606 миллионов долларов, до нового рекордного уровня 106 миллиардов. Так что повторяюсь, всем понятно, почему банки и ФРС говорят, что все нормально. А тем временем банки получают помощь рекордными историческими темпами. Теперь, на что надеются рынки? Все надеются, что нас спасет снижение процентной ставки ФРС США. Рынки дают 85,5% на то, что роста ставки не будет или он будет минимальным. Но мы только что получили новый отчет о занятости, и он показывает, что заработная плата снова растет на 4,4%, что значительно выше инфляции в 3%. Именно поэтому эксперты предупреждают, что инфляция может снова начать расти. Посмотри на это. Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс предупреждает о риске ускорения инфляции при слишком быстром росте заработной платы после нового отчета о занятости, который стал сюрпризом для многих. Данные, которые мы сейчас получаем из США, с тем же успехом могут быть получены из Китая в ближайшее время. Потому что и там публикуют такие же потрясающие данные по занятости о создании 500 тысяч рабочих мест. Экономика так хороша. У людей в три раза больше рабочих мест, чем было раньше. Это просто невероятно. Но на самом деле единственная причина, по которой создается больше рабочих мест, заключается в том, что инфляция сейчас очень высока. Стоимость жизни сейчас очень высокая. Люди вынуждены работать на двух-трех работах, только для того, чтобы хватало на самое необходимое, а не для того, чтобы купить дом или ламборгини. Людям приходится работать на трех работах сразу, чтобы просто платить за аренду, электричество, бензин. А сейчас мы видим, что и нефть начинает дорожать. Опять. Многие в США заправляются на одних и тех же АЗС и уже заметили, что бензин снова дорожает. Нефть это до сих пор топливо для экономики, поэтому если она растет, то в экономике все будет расти и так далее и тому подобное. Свежий отчет о занятости вкратце. Темпы роста заработной платы превысили прогнозы. Уровень безработицы тоже снизился и остается около самого низкого уровня за последние десятилетия. Уровень занятости в экономике остается на уровне 63% уже пятый месяц подряд. И, наконец, заработные платы растут на 4,4%, что выше официальной инфляции. Ты должен понимать, что если уровень безработицы останется на уровне 3,4%, а заработные платы продолжат расти быстрее инфляции, это означает, что ФРС США, возможно, придется продолжить повышение процентных ставок. Потому что если заработная плата вырастет, скажем, на 5%, то это намного выше, чем целевой уровень инфляции в 2%, установленный ФРС США. И это может привести к дальнейшему повышению ставок. Именно этого, возможно, опасаются инсайдеры Bank of America. И поэтому мы ожидаем следующей встречи в ФОМС в сентябре этого года, потому что мы получим очень важный ответ. Фондовому рынку это тоже не понравилось. Индекс S&P 500 на максимуме снизился на 2,5% за прошедшую неделю. И на самом деле для фондового рынка на этом плохие новости еще не закончились. Дело в том, что Apple имеет наибольший вес в индексе S&P 500. Компания занимает 7,6% этого индекса, а ее рыночная капитализация составляет 3 триллиона долларов. Значит, падение их акции на 10% это 300 миллиардов долларов, выведенные из S&P 500. И это то, что вызовет распродажу этого индекса. Таким образом, в третий раз в этом финансовом году Apple установила рекорд по росту своего сервисного бизнеса. Однако, самая дорогая компания на Уолл-стрит уже три квартала подряд сокращает свои доходы. И выручка снижается уже несколько кварталов, поскольку продажи Mac и iPad падают. При этом компания ожидает, что выручка по этим продуктам упадет минимум на две цифры до запятой по сравнению с прошлым годом. То есть от 10% и больше. Аналитики Джеффрис предупреждают, что прогнозы Apple по выручке свидетельствуют о том, что рост продажи iPhone будет ниже, чем ожидали инвесторы на Уолл-стрит. Повторюсь, это совсем не хорошие новости для S&P 500 и для фондового рынка, потому что Apple это крупнейшая акция в индексе S&P 500. Именно поэтому падение акции Apple 100% приведет к падению всего индекса. Итак, что все это значит простыми словами. Это означает, что инсайдеры продают. Они знают, что что-то близится. Мы видим, как банки все больше и больше используют деньги, выделяемые ФРС США для спасения банков. И мы видим, как доходность облигаций резко растет. Это означает, что банки будут нести еще большие убытки. И мы также видим, что рост заработной платы снова ускоряется, а это может привести к более высоким процентным ставкам с попытки остановить второй виток инфляции. Что опять же приведет к еще большим потерям для банков и создаст эффект домино. И как я уже сказал, если акции Apple продолжат падать, это тоже будет давить на фондовый рынок. Так что имеем это в виду. И умные деньги, инсайдеры из крупнейшего банка в Америке, похоже, готовятся к подобному сценарию. Но что ты думаешь об этом всем? Считаешь ли ты, что с банками все в порядке? Что будет с инфляцией, с биткоином, с фондовым рынком, по твоему мнению, в ближайшие полгода? Напиши в комментариях. На этом все. Меня зовут Богатейший Дим и мы с тобой обязательно увидимся в следующих видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok